31 марта 2020 года прошло, а долгожданный смартфон от Купертиновского гиганта, к огромному сожалению, нам не показали. И если вы решили расстроиться по этому поводу, я вас хочу отговорить от этой затеи, ибо самый доступный смартфон Apple мы увидим совсем скоро. Сейчас я расскажу вам всё, что известно на данный момент. И конечно же, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий мира технологий, рекомендую подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видосов. Всем привет, меня зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Ну и первое, что стоит оговорить, я не особый любитель 1 апреля, ибо из-за этого особо умные шутники каждый год заполняют сеть откровенными фейками. И несмотря на то, что в 2020 году как-то не до шуток особо, и большая часть компаний и изданий это поняли, нашлись умники, которые опубликовали скриншоты iPhone 9, якобы сделанные с официального сайта Apple. Шутки должны быть смешными, а откровенная ложь, которую понесли даже некоторые авторитетные СМИ, это позор. Теперь вернёмся к более проверенным новостям. Авторитетное издание MacRumors сначала опубликовало фотографию защитного чехла для iPhone 9. Фото сделал сотрудник крупной в США сети магазинов потребительской электроники Best Buy. Надписи на упаковке указывают, что чехол Urban Armor Gear предназначен для 4,7-дюймового iPhone 2020 года выпуска. А буквально пару часов назад инсайдер Джон Проссер поделился в твиттере скриншотом из внутренних документов магазина Target. На скриншоте нам демонстрирует защитное стекло компании ZAG, известной своей линейкой аксессуаров Invisible Shield Glass. И судя по тому, что списком указаны iPhone 6, 7, 8 и 9, передняя панель в новинке будет такой же, как сообщалось ранее. Нас ждёт смартфон с 4,7-дюймовым дисплеем в форм-факторе довольно старенького, но проверенного дизайна, доставшегося нам ещё от iPhone 6. По слухам, сердцем смартфона выступит флагманский процессор Apple A13, хороший проверенный камень, который обеспечит телефону отличную производительность на несколько лет вперёд. В комментариях к видео я иногда натыкаюсь на вопросы о старшей версии, iPhone 9 Plus. И тут, ребята, к сожалению, новостей крайне и крайне мало. Покажут ли его сразу с iPhone 9 или отдельно, выйдет ли он вообще? Всё это вопросы, на которые вам, увы, никто точного ответа пока дать не может. Если в выходе iPhone 9 я уверен, то с его Plus версии вопросов больше, чем ответов. Хотя мне эта идея кажется абсолютно логичной, ведь после выхода iPhone 9, iPhone 8, скорее всего, полностью снимут с производства и продажи. А это значит, что вместо 5,5-дюймового устройства с Touch ID будет свободно, и было бы разумно его занять. А хотели бы вы увидеть iPhone 9 Plus? Напишите об этом в комментариях. Представят смартфон или смартфоны по утверждению почти всех авторитетных инсайдеров 15 апреля, а старт продаж назначен на 22 апреля. По цене за базовую версию смартфона придется выложить 399 долларов или же около 30 тысяч рублей. Опять же, ребята, у нас есть НДС плюс региональная наценка. На старте цена может быть около 40 тысяч рублей, что похоже на старт продаж любимого многими оригинального iPhone SE. Напомню, 4 года назад его официальная цена на старте составляла 37999 рублей за версию на 16 гигабайт и 47999 рублей за версию на 64 гигабайт встроенного накопителя. В любом случае, ждать осталось совсем немного. Мир сейчас крайне изменчив, но мы, как и всегда, стараемся держать вас на острие всех самых интересных новостей из мира технологий. К слову, чтобы не скучать в этот хмурый карантин, рекомендую просмотреть нашу эволюцию iPhone, если вы этого еще не сделали по какой-то причине. Ссылку можете найти во всплывающей подсказке в правом верхнем углу. А планируете ли вы покупать iPhone 9? Если да, то какая модификация вас интересует больше всего? Оставляйте свои ответы в комментариях, все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные, конечно же, отвечаем. Главное, не забывайте подписаться, оценить видео лайком и нажать на колокольчик, чтобы совсем приятно было. Также предлагаю заглянуть в описание, там есть ссылки на наши социальные сети и лайв-канал. Подписывайтесь и туда, мы рады абсолютно всем. Меня же зовут Кирилл, вы были на канале Копипаста, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok